Народные избранники, прибывшие в регион, встретились с прокурорами области и разъяснили задачи, поставленные в послании главы государства. В первую очередь депутаты Можелиса ознакомились с работой образования и промышленности. После чего Нурлан Абдиров сообщил, что есть случай несоблюдения закона в данных отраслях. Также он рассказал о реформах, которые должны начаться с 1 января следующего года. Нурлан Абдиров отметил, что МВД оптимизирует штатную численность, избавит полицию от несвойственных функций, а также рассказал о необходимости изменить систему подготовки и отбора кадров через Академию полиции. В послании сказано, что все сотрудники должны пройти переаттестацию и только лучшие продолжат работать дальше. Наряду с этим депутаты выслушали мнение специалистов, их предложение об изменениях в законе. Реализация алкогольной продукции после 11 часов запрещена в магазинах, но не в кафе и ресторанах. В связи с этим магазины прибегают к хитрости. Владельцы выставляют по 2-3 стола в помещении, объявив место небольшим кафе и продолжают функционировать, как обычный магазин. Мы проводим рейды, но применить административные наказания к ним мы не можем без оснований. После этого депутаты встретились с судьями. Сегодня в городе работают 18 судей и ведется работа по 4 пилотным проектам. Ознакомившись с отчетом по их работе, они сказали, что внедрение электронных услуг в судебную работу возлагает на них большую ответственность. Депутаты подчеркнули необходимость обеспечения качественного развития судебной системы и обновления кадров. Создать условия для юристов, что будет способствовать их стремлению стать судьями. Мы начали работу, связанную с развитием медиации, однако есть еще пробелы в этой области. Медиация не работает в полную силу. Глава государства в послании сказал, что поступило 4 миллиона заявлений. Это очень большой показатель. Продолжение следует... Продолжение следует...